Уважаемые примары, городов, сел, коммун, я хочу также обратиться на русском языке, потому что большинство примаров Гагаузии сегодня говорят на русском языке. Также есть примары во многих селах, в разных районах Молдовы, которые говорят сегодня на русском языке. Я понимаю, что многие критикуют вас, критикуют те, которые ничего не сделали, чтобы в системе образования упростить, чтобы правильно внести изменения в систему образования, чтобы не так, как я учился когда-то в школе, молдавский язык преподавался 2-3 раза в неделю, а, например, выработать четкую методологию, чтобы, например, с 3-го по 5-й класс было 2 урока в день на государственном языке, с 5-го по 8-й 3 в день, так, чтобы к окончанию школы все знали государственный язык. Но сейчас речь не об этом, хотя это тоже очень важный момент. Я встречался с десятками примаров городов и сел в рамках своих визитов, встреч с избирателями во время этой предвыборной кампании. Я хочу поблагодарить всех примаров сел и городов, которые согласились поддерживать избирательный блок в данной предвыборной кампании. Сегодня избирательный блок Рената Усатова – это единственный участник гонки, в котором кандидатами в депутаты являются примары крупнейших городов страны. Я специально распределял список таким образом, чтобы абсолютно все регионы страны были представлены примарами, для того, чтобы потом наши примары, будучи депутатами парламента, могли бы отстаивать ваши интересы, решать ваши проблемы и проблемы населенных пунктов, которыми вы руководите. От Гагаузи у нас в списке в первой десятке есть примар Вулканешт Виктор Петреогло. Примары, которые находятся в центре и на юге страны, координатором общим будет Роман Чубачук, примар города Кантемир. Центр-север, примары и населенные пункты будут представлены примарами Гладиан Стелла Януцио и Ниной Черетео, примаром города Дрокио. Мы сегодня знаем лучше других все проблемы, которые были и есть в населенных пунктах. Еще раз благодарю всех тех, кто хотели нас, которые решили нас поддержать. И хочу обратиться к тем, в чьей помощи мы сегодня нуждаемся, потому что я физически не могу попасть во все населенные пункты в стране, потому что кампания всего несколько месяцев. Почему многие сегодня вступили в наши ряды и нам активно помогают? Вне зависимости от того, членами каких партий являются или многие те, которые являются независимыми. Первое. Мы обязуемся ликвидировать систему районных администраций, которые являются настоящим рэкетом. И сегодня они помогают только тем примарам, которые в хороших отношениях с руководством районного совета. А некоторые села годами ничего не получают, потому что примары за позиции, либо независимы. Мы ликвидируем систему районных администраций, которая обходится нам в сотни миллионов лей. И все деньги, которые до сих пор шли на содержание районных администраций, будут распределены между селами. И в каждом районе страны деньги на инфраструктуру будут распределяться теперь в зависимости от того, сколько жителей в населенном пункте и сколько квадратных метров имеет населенный пункт. Чтобы люди не страдали от того, что их примар оппозиционер или независимый, и он не нравится руководству района, и населенный пункт ничего не получает. Два. Избирательный блок Рената Усатова гарантирует, что проекты водоснабжения и канализации будут национальными проектами, а не местными. Потому что сегодня, когда в 21 веке, даже в крупнейших городах страны, начиная с столицей Кишиневом, Кагулом, Бельцами, есть улицы, где нет канализации. Потому что когда-то это спихнули, и сегодня канализацию, если говорить о селах, могут себе позволить и водопровод только те примары, которые получили какой-то, выиграли какой-то грант или проект из-за рубежа. Три. Лучше примара никто не знает, примаров никто не знает о тех изменениях в законодательстве, которые нужно будет срочно принять в следующем парламенте. Касаемо госзакупок, где абсолютный дурдом, незаконные стройки и приватизация прилегающих территорий, из-за чего местные бюджеты недополучают сотни миллионов лев по всей стране. Три. Аптечный автомат в каждое село. Я представил, можете на моей странице в соцсетях посмотреть видео. Этот аптечный автомат стоит у меня дома, для того, чтобы установить его в примарии каждого села, чтобы местные жители имели доступ к самым необходимым лекарствам и не ездили в райцентр, в аптеку, либо ходили по домам. Мало того, что это лекарство будет намного дешевле, чем в районных аптеках, самое главное, что доступ к ним будет на месте. Пять. Вы прекрасно знаете о нашем законопроекте продажа, что 5% от продажи сигарет и алкогольных напитков будут направлены на поддержку молодежи и развития спорта. Хочу подчеркнуть, что 50% из этой суммы, из 380 миллионов, которая сегодня составляет 380 миллионов лей в год, 50% будут направлены, распределены между примариями, и они пойдут конкретно в местный бюджет примарий. Вторые 50% из этой суммы будут использованы для проектов национального значения, для того, чтобы те результаты, которых мы достигли в Бельцах, это строительство спортивных коробок, поддержка спортсменов и молодежи, чтобы это можно было делать на уровне всей страны. Бельц является, кстати, единственным городом, где даже у всех спортсменов пошита одинаковая красивая форма. Неважно, каким видом спорта они занимаются. 6. Сегодня, если мы вернемся, хотя бы на начальном этапе, к региональным заготовительным конторам, наличие и реанимация региональных заготовоконтор приведет к тому, что село начнет возрождаться. Люди смогут выращивать свою продукцию, либо заниматься животноводством, имея гарантию, что эту продукцию у них кто-то купит. Потому что сегодня те, кто что-то у нас выращивает, либо мелкие производители, они вынуждены отдавать чаще всего за гроши свою продукцию перекупщикам. И появление региональных заготовоконтор, значит, это приведет к оживлению жизни в каждом селе Республики Молдова. Проект номер 7. Детские лагеря для детей. Здоровый ребенок, который вырос в селе, это здоровый ребенок. К сожалению, сегодня я все чаще сталкиваюсь с тем, что дети во многих городах не могут отличить корову от некоторых депутатов парламента или от маршрутки. Потому что, когда у нас были сельские лагеря, дети оттуда приезжали счастливыми и здоровыми. Это также повлияет серьезно на развитие села. Уважаемые примары, до выборов осталось чуть больше недели. Все те, кто готовы нам помочь, выходите на наших региональных координаторов, выходите на меня лично. На странице ru1.md в графе в рубрике «Контакты» есть контакты наших координаторов и секретарей, которые могут вам привезти всю необходимую литературу ваших населенных пунктов. Чем больше из вас поможет нам сегодня, тем лучше, и тем будет жить наша страна, и тем больше хороших изменений нас ждет в обозримом будущем. Поэтому огромное спасибо еще раз всем тем, которые нас уже поддерживают сегодня, и всем тем, которые готовы включиться в эту работу. Мы вас никогда не подведем, и так как я езжу сегодня по всем селам и городам страны, и могу смотреть в глаза, в том числе нашим оппонентам, значит, вот так же я смогу смотреть в глаза жителям ваших сел и городов и через год, и через пять, и через десять, потому что мы занимаемся политикой конкретных дел, и мы выступаем за то, что страну сегодня может спасти только завхоз, ревизор и хороший хирург для разных негодяй.